МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виды на урожай. Выездное заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса провели в Цивильске. Куда пойти учиться? Завершается приемная кампания вузы. Жизнь коротка, искусство вечно. В Чебоксарах открылся камерный театр Арс-Лонга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году бюджет Чувашии по предварительным данным недополучит 300 миллионов рублей за закрытие пивоваренного завода в Новочебоксарске и снижение производства ликера водочного завода Чебоксарский. Для сравнения этих средств хватило бы на строительство двух детских садов. Такую статистику привел Михаил Игнатьев на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в республике. Кроме того, на Корсовете обсудили вопросы, связанные с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Серьезный урон экономики Чувашии наносит и реализация нелегального, и фальсифицированного алкоголя. Во время совместных рейдов Минэкономразвития с МВД и Управлением Роспотребнадзора было изъято более 7 тысяч бутылок. 38 наименований водочной продукции, причем это в основном вся завозная продукция. Также, кроме как в дневное время было, тоже в ночное время мы проводили исследования, и в 30 объектах, в частности, если это по городу Чебоксары, основной у нас потребитель, в 30% всех выявленных, проверенных объектов установлены факты нарушения или продажи. Приостановлено действие лицензии предприятий, которые реализовывали фальсифицированную и некачественную продукцию, а также нарушали правила торговли. По данным МВД, в первом полугодии выявлено 43 преступления, связанных с перевозкой, хранением, избытом продукции, не отвечающей нормам безопасности. В прокуратуру передано уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. В отношении организованной преступной группы в составе трех жителей Чебоксарской республики, которые в период с 2012 по 2013 год занимались изготовлением, транспортировкой, реализацией нелегального алкоголя в розничные сети, расположенной территории города Чебоксар, Батревского, Маргаушского, Комсомольского, Порестка и иных районов республики. Прибыль от их незаконной деятельности составила более 10 миллионов рублей. Говорили на курсовете о продукции, произведенной в Чувашии, и о той нише, которую она должна занимать на рынке. Михаил Игнатьев посещает торговые точки и крупные сетевые магазины. Не раз интересовался наличием в них местных товаров. Но зачастую на полках либо вообще не было чувашской продукции, либо она стояла не на выгодных местах. Есть и ценовая проблема. Сегодня в среднем розничная торговая наценка на алкогольную продукцию от 18 до 35%. Свою наценку делают и оптовики, что в свою очередь значительно удорожает продукцию относительно привозной. Специалисты считают, что происходит это во многом из-за недобросовестной конкуренции. Было возбуждено дело по соглашению между ФГУП и Берку 3000 о устранении с рынка оптовых игроков. И мы доказали о том, что переход ФГУП на работу исключительно с Берку 3000 привел к удорожанию оптовой цены на нашу ликероводочную продукцию на 2 с лишним процента. Это вот там общий процент был менее 10. Сегодня, когда мы слышим уже, что остались эксклюзивные оптовики, дистрибьюторы, процент доходит до 18. Это вот искусственно созданная ситуация. И тогда Росперпром судился с нами. Все суды поддержали наше решение о том, что недопустимо подобное соглашение по устранению конкуренции на оптовом рынке. На совещании также затронули вопрос о бренде. Раньше торговая марка Акатой принадлежала предприятию. Сейчас ее правообладатель – частное лицо, а производится продукт в Самаре. Похожая ситуация была и с другим чувашским брендом. Это акт недобросовестной конкуренции, прямой. Аналогичная ситуация у нас была, когда САВА на своих торговых сетях начала продавать китайскую продукцию под видом нашей чулочки. Мы сказали, что этот акт недобросовестной конкуренции нужно запретить. Они с нами долго судились, мы отстояли наше решение. И эти магазины все сменили вывески и уже не выдают свою продукцию, как за продукцию нашей республики. Поэтому здесь все механизмы по пресечению подобной деятельности с нашей стороны есть. От недобросовестных поставщиков страдает не только репутация региона, но и экономика. В республике сократилось поступление налогов от акцизов. До конца года, по прогнозам налоговиков, получится собрать лишь 366 миллионов рублей, что на 50% ниже запланированного. Председатель кабинета министров Чувашия Иван Маторин рассказал, что накануне встречался с руководством филиала Росспиртпрома. На встрече были озвучены предложения правительства о расширении списка оптовых продавцов и замораживании цены на продукцию. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Жарким выдалось путешествие чебоксарцев, которые возвращались в родную республику из Геленджика на трассе Тамбов-Воронеж. Их автобус загорелся. Сообщение о том, что горит автобус на пульт дежурного МЧС поступило 24 июля в 16.35. К месту ЧП выехала служба спасения, скорая и пожарная. С огнем справились за 30 минут. Никто из 71 пассажира не пострадал. Однако сувениров с отдыха они не привезут. Все вещи, которые находились в салоне автобуса, сгорели. По предварительной версии, пожар произошел из-за разгерметизации выхлопной системы. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Чтобы ответить на этот вопрос, у вчерашних школьников осталось совсем мало времени. В стране завершается приемная кампания ВУЗы. 25 июля – последний день приема документов. В зале приемной комиссии ЧГПУ пустына. Большинство абитуриентов с будущей профессии уже определились. Не первый год высшее руководство страны призывает молодых россиян осваивать технические специальности. Однако у стенда, к примеру, физико-математического факультета сотрудники явно скучают. Абитуриентов мало на одной из специальностей. Здесь 20 бюджетных мест и 22 заявления. Люблю математику, информатику. Люблю вычислительные всякие системы, программы. Таких, как Наталья, немного. Судя по всему, большинство выпускников школ по-прежнему относят себя к разряду лириков. Подают документы даже на те факультеты, где бюджетных мест нет. Так один из наших собеседников выбрал управление персоналом. Организовывать на работу персонала на предприятии, проводить собеседование, организационные процессы, связанные с работой с коллективом. Я думаю, что с такой специальностью работа на те несложна. Впрочем, так осознанно о выборе специальности. Опять же, гуманитарные говорят не все. Не знаю, она сама знает. Ну, просто хочу сюда. Зато инженерные профессии часто выбирают те, кто получает второе высшее образование или поступает в университет после училища техникумов. Кстати, с этого года последним для поступления не требуется сдавать ЕГЭ. Они могут поступать в высшие учебные заведения без единых государственных экзаменов. А сдавая эти вступительные испытания в вузах, вот нашему как раз Чувашнему государственному педагогическому университету, мы принимаем таких абитуриентов с нашими вступительными испытаниями. Подлинники документов в вузах будут ждать до 4 августа. Кстати, в ЧГПУ рейтинги абитуриентов в этом году на бумаге не печатают. Найти свою фамилию в заветном списке поступающие могут на сайте приемной комиссии. Что грядущую осень принесет аграриям и какие цены в этом году сложатся на урожай. Сегодня эти вопросы обсуждали в Цивильском районе. Именно здесь состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Но за несколько часов до совещания руководители хозяйств и главы муниципалитетов выехали в поля, чтобы оценить элитные семена и возможности новой техники. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Какие всходы могут дать элитные семена в условиях местного климата, возможно оценить на этих полях. Опытные участки вблизи Цивильска руководителям хозяйств и главам районных администраций демонстрируют в качестве премьера. Именно здесь испытывают продуктивные культуры. Количество сельхозпредприятий, которые делают ставку на элиту, в республике увеличивается. Но аграриям сейчас предлагают и новые сорта. Вот таким на опытных полях уродился ранний картофель. В этом году он пользуется спросом. Делать прогнозы пока рано, но вот такие трещины на полях уже говорят о многом. Сельхозкультуры летом получили недостаточное количество влаги. Первая партия на молочного зерна пока не оправдывает ожидания аграриев. Но никто не опускает руки. Правительстве заявляют о поддержке. Наша задача убрать все то, что на полях, посчитать потом. Меры морального, материального стимулирования сегодня для механизаторов, для комбайнеров, для простых рядовых тружеников они выработаны. А на этом поле уже готовятся к севу азимых культур. Специально для представительной делегации здесь устраивают испытания почвообрабатывающим агрегатом. Эту технику в хозяйстве закупили недавно. В отличие от обычного дискатора, чешские аппараты рыхлят почву вглубь на 20 сантиметров. И на такую технику аграриям советуют сделать ставку. Но сейчас на повестке дня есть и множество проблемных вопросов. В некоторых муниципалитетах снижается количество крупного рогатого скота, хотя производство мяса в республике растет. Правда, в магазинах федеральных сетей его по-прежнему мало. Для того, чтобы на прилавках гипермаркетов появился чувашский продукт, его приходится везти в другой регион. И только потом он вернется в магазины. Причем есть в республике торговые точки, где местную продукцию и вовсе приобрести невозможно. Мы говорили, что надо сельхозтоваропроизводителям объединить свои усилия и через общественные организации лоббировать и продавливать свои интересы, включая федеральные сетевые магазины. На заседании обсудили и закупочные цены на зерно. Они уже согласованы. При подсчете специалисты всегда учитывают себестоимость одной тонны урожая. В этом году она превышает 6200 рублей. С учетом 8-10% лентабельности предлагаются цены на мягкую продовольственную пшеницу третьего класса 6750 рублей. Это на 3% выше к уровню 2013 года. На пшеницу четвертого класса 6450 рублей. Это на 2,4% выше. И на рожь продовольственную 5100 рублей. Но Михаил Игнатьев подчеркнул, что далеко не везде себестоимость урожая настолько высока. Сейчас в выигрыше остаются хозяйства, которые внедряют инновационные технологии и задумываются о культуре производства. Она, кстати, складывается из таких мелочей, как благоустройство прилегающей территории. К примеру, эти цветочные клумбы украшают двор предприятия по разведению свиней. Медрик Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Более 50 тысяч жителей республики отмечают завтра свой профессиональный праздник. Профессия, связанная с торговлей и общественным питанием, самые востребованные и популярные в мире. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника торговли, состоялось сегодня во дворце детского и юношеского творчества. С каждым годом в республике увеличивается количество торговых организаций. Работники отрасли стараются улучшать сервис и расширять ассортимент товаров и услуг. Торговля является одной из динамично развивающихся отраслей экономики Чувашии. Добросовестное отношение к своим обязанностям и профессионализм работников торговли способствует развитию экономики, отметил в своем поздравлении глава Чувашии. В Чувашии появилась новая, уникальная культурная площадка. В эти минуты идет первый спектакль камерного театра «Арслонга». Нашей съемочной группе удалось побывать на предпремьерном показе. На большую сцену Александр впервые вышел еще в студенческие годы. Не всегда удавалось быть на первых ролях, но неоспоримый талант и яркая внешность сыграли свою роль в судьбе актера. После восьми лет успешной работы в русском драмтеатре актер принял участие в кардинально новом для него проекте. «Тут зритель сидит прямо вот фактически у нас под носом. Когда мы работаем, мы видим его глаза фактически. И тут это, конечно, с одной стороны плюс, с другой стороны, можно сказать, и минус в том плане, что вся фальшь, что ли, вся наигранность, она сразу видна». Бедный сапожник, творческая личность, человек множества профессий. Главный герой снимает площадь под столом. Комедия, граничащая с абсурдом, все же о главном. Видимо, она пропала. В конце концов, это уже не важно. Мадмуазель, вы ничего не забыли? Вы о чем? Вот. Непосредственная близость зрителя и узкая аудитория, неотъемлемые части камерного театра. Создать такую атмосферу было непросто, но результат превзошел все ожидания. Делится художественный руководитель театра. Всегда хотелось своего. Хотелось построить площадку, которая отвечает моим требованиям. Которую можно спокойно репетировать. Которую можно спокойно делать то, что мне кажется нужным и интересным на сегодняшний момент. И когда такая возможность представилась, я с радостью за нее охватился. Над созданием сцены театра трудились лучшие специалисты. А световое и звуковое оформление зала соответствует самым высоким требованиям. Заверяют техники сцены. Цель – создание кардинально нового театра, который прежде не работал в республике. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. В физкультурно-оздоровительном центре «Росинка» прошла 12-я спартакиада летних детских оздоровительных лагерей. Какая из 14 команд оказалась лучше, узнала наша съемочная группа. Более 400 участников и их болельщиков собрались в «Росинке», чтобы выявить сильнейших в эстафетном беге 4 по 100, шашках в перетягивании каната, а также в стритбаскете среди девушек и в мини-футболе у ребят. Готовились мы очень усиленно, проходили долго, у нас проходили Олимпийские игры, мы выбрали сильнейших и приехали сюда. Согласился, конечно, почти сразу, но готовился. Вот эти дни, наверное, недели две. За 12 лет в проведении спартакиада не раз уносились изменения. Так уже со следующего года список дисциплин спартакиада пополнится нормами ГТО. Прежде всего, нормы ГТО активно, конечно, они будут внедряться, начиная с 2016 года на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, мы решили, как экспериментальным таким идти путем. Не только будем проводить комплекс ГТО во время спартакиады, будем нормативы внедрять в детские лагеря и во время проведения смен. В этом году организаторы решили поощрить победителей. Следующая спартакиада пройдет в том лагере, чья команда победит. Так, в 2015 году соревнования будут принимать в лагере «Космонавт». Ведь именно там оказались самые активные и спортивные ребята. В число призеров вошли команды белых камней и звездочки. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. Завтра на целый день чебоксарцы останутся без воды. 26 июля в 0-0 часов столицы Чуваши полностью прекратят подачу холодной воды как населению, так и предприятиям. Потерпеть неудобства горожанам придется из-за ремонта на очистной водопроводной станции. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чуваши. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин